Первый учебный день только начался, а уже надоело. Ваня шел по коридору новой школы и кисло думал о том, каким нищим выглядит на фоне всей этой богатой обстановки. Он уже почти жалел, что все-таки подал сюда заявление, хоть и пытался попасть в лучшую в городе гимназию каждый год, начиная с пятого класса. К удивлению Вани, в этом году его наконец-то приняли. Директор, оформляя документы, даже пошутила, что своими многолетними отказами они его вырастили, заставляя учиться лучше. Ваня хмыкнул, вспомнив этот эпизод, и ускорил шаг. Не хватало еще опоздать на классный час и привлечь ненужное внимание. Даже в спешке он не мог не глазеть по сторонам. Школа выглядела по-настоящему шикарно. Свежевыкрашенные стены покрыты росписями. В каждом коридоре цветы в горшках, диваны, пуфики и полки с книгами. Плазменные мониторы беззвучно транслировали выступления учеников. Должно быть прошлогодние концерты. Один такой монитор, вероятно, стоил больше, чем вся мебель в их с мамой квартире. Ваня искал кабинет химии, в котором должен был пройти классный час, и дивился безлюдным коридором огромной школы. Может, он забрел не туда? Ваня завернул за угол и тихо ругнулся, увидев на стенах портреты писателей. Он оказался в крыле русского и литературы. Ему не сюда. Ваня хмуро посмотрел в глаза Лермонтову. Тот ответил без всякого сочувствия. Ваня поправил то и дело спадающую лямку простого черного рюкзака и уже собирался было поворачивать обратно, когда заметил вдалеке девушку. Она стояла возле зеркала и поправляла прическу. Ваня решил, что раз девушка никуда не спешит, то явно знает, где тут что. Зацепив большим пальцем лямку, чтобы рюкзак больше не сползал, Ваня направился к ней. Подойдя ближе, он увидел ее лицо в отражении зеркала и отметил, что девушка довольно симпатичная. Копна темных кудрей никак не хотела слушаться хозяйку и укладываться в аккуратный пучок. Сдавшись, девушка распустила волосы, и они волнами рассыпались по плечам. Ваня на миг засмотрелся на них, прочистил горло и заговорил. «Привет. Извини, не подскажешь, где кабинеты химии?» Ваня поймал в зеркале удивленный взгляд, глаз цвета карамели. Девушка обернулась. «Ты меня спрашиваешь?» «А разве здесь еще кто-то есть?» «Ну, кроме наших талантливых друзей». Ваня отвесил учтивый поклон Гоголю, изображенному слева от огромного зеркала. Девушка фыркнула и заправила одну из непослушных прядей за ухо. «К сожалению, эти друзья помогают не во всем. В любви без проблем, в поиске смысла жизни возможно, хотя в случае с русской литературой всегда есть риск словить экзистенциальный кризис и депрессию». Ваня ухмыльнулся Гоголю. «Тогда мне к ним пока рановато. Отложим кризис до поступления». Он снова повернулся к девушке. «Так что, где тут химию учат, ты знаешь?» Она улыбнулась уголком губ и, повернувшись к зеркалу, снова попыталась собрать волосы в пучок. «Как ни странно, знаю. Хотя я и сама до сих пор в кабинетах путаюсь. Такое ощущение, что здесь работает магия Хогвартса, и коридоры то и дело меняются местами». Ваня, понимающий, хмыкнул, мысленно поставил девушке галочку «Уважение» за знание вселенной Гарри Поттера и спросил. «Ты тоже новенькая?» Девушка кивнула. Он протянул ей руку. «Я Ваня, а ты?» Незнакомка немного замялась, все еще занятая прической. Потом, снова не удовлетворившись результатом, резко распустила волосы и повернулась к нему. «А я не Ваня». Улыбка снова еле тронула ее губы, а холодные пальчики мягко коснулись Ваниной горячей ладони. Прежде чем Ваня успел отреагировать на этот уклончиво игривый ответ, девушка отняла руку и кивнула ему за спину. «Химия на втором этаже». Ваня округлил глаза. «А я на каком?» «А ты на третьем». «Как я оказался на третьем?» «Я же поднимался только на два». «Вид у Вани, видимо, был совсем глупый», раз собеседница хихикнула. «Я же говорю, магия!» «На самом деле ты просто прошел по коридору, который идет вверх и соединяет второй и третий этажи. Это для инвалидных колясок сделано». «Ясно. И все-таки как тебя за...» Но договорить Ваня не успел. Его прервал звонок. Он чертыхнулся и понесся по коридору. «Тебе налево вниз по кривому коридору, а потом опять налево!» Крикнула ему вслед девушка. Ваня резко затормозил у поворота и обернулся. «Как тебя зовут? В каком ты классе?» «Яна!» Ответила девушка. Конец фразы Ваня не услышал. Махнул рукой на прощанье и побежал дальше. Заворачивая за угол, он все еще думал о брюнетке из коридора. «Яна!» Мысленно повторил он, чтобы точно запомнить. «Петя». Петя услышал быстрый стук каблучков и обернулся. «Ну, наконец-то! Прискакала на своих ходульках! Народ, раступись!» Расталкивая одноклассников, Петя шел навстречу своей лучшей подруге Эмилии Вольф, худой блондинке, которая шагала по коридору на неимоверно высоких шпильках и широко ему улыбалась. Он с разгону обнял Милю во весь охват рук. Когда она отстранилась, Петя сказал, «Я уж думал, придется сочинять какую-нибудь душесчипательную историю, почему в Ольфихе нет на классном часе». Но, слава богу, Мариша тоже опаздывает. «Красиво врать учителям в девять утра в первый же учебный день я не готов». «Мог бы встретить и донести на руках?» Лукаво подделывал его Миля. «И помять этот шедевр?» Петя провел рукой вдоль туловища. «Если ты про свой костюм, то…» Миля с улыбкой окинула взглядом новый с иголочки костюм темно-синего цвета. «Разумеется, про костюм. То, что под ним не мнется, знаешь ли». Петя подмигнул Миле, и она смешно сморщилась. «Не рановато ты значок нацепил?» Миля кивнула на небольшую золотую брошку, приколотую к вишневому галстуку ровно под узлом. «Должность старосты хоть и не пожизненная, но действует до вступления в должность нового староста. Так что слушайся меня, дорогая, и больше не опаздывай, а то…» «А то что? Нажалуешься на меня, Мариша?» Миля подняла бровь и тут же отшатнулась, увидев, что Петя ее не слушает, а вместо этого тянется растрепать прическу. Он обожал так делать с начальной школы. Миля выставила перед собой руки на манер приема в каратэ. «Замри, если дорожишь правой рукой!» Петя ухмыльнулся. «Да, правая мне еще, пожалуй, пригодится». «Пошляк!» «Вообще-то я ей пишу, пошлячка!» Миля закатила глаза, и друзья рассмеялись. «А Мариша где? Звонок уже был». «Не знаю. Наверное, опять совещается насчет бессовестных старшеклассников». Петя поправил сбившийся галстук и провел пальцами по значку. Тут послышались тихие шаги. Миля посмотрела Петя за спину и округлила глаза. «А это кто?» По коридору быстро шел худощавый брюнет, темные глаза которого изучали окружающую обстановку. Он проскочил мимо Миля с Петей и, увидев номер кабинета, с облегчением вздохнул и встал неподалеку, прислонившись к стене. «Судя по одежке, наш новый бюджетник». Петя бегло осмотрел незнакомца. «Больше похож на сына Аполлона», мечтательно пробормотала Миля, оборачиваясь. Пялилась на новенького, даже не скрываясь. Петя стрельнул в нее насмешливым взглядом. «Не забудь отпроситься у Мариши, чтобы пойти домой и переодеться, а то твое платье слюнями заливает». Миля проигнорировала этот выпад и, поправив прическу, бодро направилась к новичку. «Привет, ты откуда?» Звонко обратилась она к нему. «В смысле?» Парень поднял взгляд от телефона и безо всякого выражения посмотрел на Милю. «Хорош», — подумал Петя. «У большинства парней при виде Мили челюсть падает на нижний этаж». Неожиданно для себя Петя отметил, что новенький и Миля на своих огромных каблуках одного роста. Петя почему-то польстила, что он все еще самый высокий парень в классе. «Корректор А.Кулакова»